Всем привет дорогие друзья, с вами Морс. Сегодня мы продолжаем обозревать моды к Скайриму. И первым модом на сегодня будет эта броня рыцаря Тернии. Это боевая броня, сделанная довольно таки интересно и качественно. И если посмотреть поближе, на ней даже видны надщербленные от мечей, она вся такая вытертая, поцарапанная, день и день. То есть видно, что эта броня боевая, причем она мне очень сильно напомнила броню Орнштейна из Dark Souls первой части. Замечательный вид брони на самом деле, но понравится далеко не каждому, потому что она вся такая в колючках, плюс это юбка обшитая железными пластинами. Светящиеся глаза, тонкая талия, я не знаю. Эта броня предусмотрена только для мужских персонажей. Поэтому почему именно такой его вид, это мне, к сожалению, непонятно. Но согласитесь, без шлема она выглядит как-то лучше. Видишь, вот такая вот броня, она очень круто сделана на самом деле. Очень качественно. Текстуры на самом деле не уступают вообще. Даже самым именитым разработчикам. Вот такой вот мод. Повторюсь, это броня рыцаря Тернии. Я еще забыл упомянуть, где ее можно найти. Она находится недалеко от Винтерхолда. У Камня Змеи. То есть вот здесь вот встретят три дреморы. У одного из них будет ключ. Сундук будет возле самого Камня Змеи. Заберете там эту броню. И неплохое копье. Копье на самом деле это двуручный топор или двуручный молот. Но выглядит оно все довольно-таки неплохо. Но я бы сказал не особо лорно. Потому что вот такого типа броньки они не подходят к Скайриму. Ну нет в Скайриме таких мастеров. Что ж, переходим к следующему. Вторым же модом на сегодня будет это оружие из Dark Souls. Раз уже я заговорил об этой замечательной хардкорной игрушке, которая впервые вышла на PS3, потом была ужаснейшим образом портирована на БК. Недалеко от Миндаварни Хонинга мы встречаем Черного Фантома. Вот так он выглядит. Он, к сожалению, такой угловатый, красный, вообще никакой. Ну и поэтому, блядь, он не достоин жить, собственно. Этот мод подойдет исключительно только лишь для фанатов первой части Dark Souls. Потому что тут представлено огромное множество видов вооружения, которые были именно в первой части Dark Souls. К сожалению, механика Скайрима не предусматривает владение копьем. Я не видел достойных модов, которые вводят анимацию копья и ударов копьем. Но вот, например, обычная алибарда, алибарда Черного Рыцаря. Модельки перенесены довольно хорошо. То есть, несмотря даже на то, что они вот так вот блестят. Хотя не все элементы должны здесь блестеть. Вот, например, черное железо, из которого сделана ручка черной алибарды, она не должна так блестеть. Но, тем не менее, это уж придирательство. Так, 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 пардон. Что, собственно, за дела? Тут представлено довольно много различного вида вооружения. Но и все оно перенесено и сделано довольно неплохо. Тут есть небольшое описание у каждого из оружий. Простите, телефон. И, к сожалению, ну, то есть, обычным обывателям не понять, что это за оружие. То есть, тех, кто не играли в Dark Souls, первую часть, тех, кто его даже не прошли, то вам будет довольно сложно понять, что за оружие, но некоторые модельки вам могут понравиться. Этот топор, насколько я помню, выбивался то ли в канализации, да, по-моему, в канализации из хвоста босса. Ужасное оружие. Ужасно тяжелое. Большая секира черного рыцаря. Да. Сильнейшие были враги на самом-то деле, но на последней локации пинались просто как дети. Большой лунный меч. Не припоминаю я этого, честно говоря, меча в первой части. Во второй, да. В первой, что-то как-то я не помню. Большой меч. Тоже ужасно тяжелый, неповоротливый, но ужасно дамажный. Большой меч Арториуса, легендарного рыцаря. Проклятый меч Арториуса. Тут большой меч бездны почему-то не прорисован. Большой меч Великого Повелителя. Великого Повелителя? Да, локализация, это епцио. Простите, пожалуйста. Это меч Гвина. На самом деле, он должен гореть, но учитывая то, какие зачарования нынче есть в Скориме, что-то не так с уголком. Видите? Этого меча. Да, да, да. Текстурки все-таки День и Деда. Хер у него сделаны. Ну да ладно. Большой меч Дракона, да, тоже с хвоста Дракона падает. Предступлением в Ковенант можно отрубить Дракону хвост и получить этот Токар Калыгу. О, Большой меч Кристалла. Тоже неплохая тема. Как вы видите, все модельки перенесены. Довольно неплохо перенесены, учитывая то, какая там графика. Черный рыцарь, бронзовая лепарда. Это лепарда Гаргули, если я не ошибаюсь. Электрическая лепарда от охранников Лонда, по-моему. Грант, оружие Паладина. Еще было бы круто, если бы перенесли полную броню из того же первого Дарк Соулса. Хотя, не особо интересно. Демон Телец был вооружен, кстати, этой секирой демонической. Забавная штука. А че это? Капродемон? Демонический молот, оружие первого босса. Блин, я большой фанат на самом деле Дарк Соулса. Прошел его бесчисленное количество раз. Раза три, по-моему, через New Game Plus. Это просто победа. Но со второго раза, со второго, с третьего оно проходит куда проще. В нем пролистайте дубины, если не хотите смотреть. Для тех, кому этого не интересно, просто перемотайте, потому что я покажу все оружие. Ну, это довольно интересно. Только правда, по балансу это оружие довольно хреново предусмотрено, потому что, например, короткий меч живописный наносит 110 урона, при том, что тот же мачете наносит 83, но он, наверное, учитывается, да, как двуручное оружие. Поэтому зацикливаться на этом не буду. О, ржавый меч или зазубренный. Свойхандер. Да, ужасное оружие пвпшников. Измененный большой меч. Это уже с дополнением. зуб дракона. Оружие рыцаря Хауэла. Нож призрака. Яйто. Это вообще, по идее, должна быть короткая катана. Ну, да, ладно. Каменная секира. Это, по-моему, тоже есть дополнение. Каменный большой меч. Двуручник. Да, двуручник. Катана тут вообще сделали не пойми какой длинной. Ну, то есть, в принципе, переборщили немножко разработчики, то есть. Это дайкатана, в принципе, а не обычная катана. Ну, да ладно. Легкая неточность, всякое бывает. Кинжал призрака. Кирка? Не помню, кто в первой части был вооружен киркой. Клеймор. Хаос Блейд, клинок хаоса. Лучшая катана. Просто лучше. Ужасно дамажное оружие, которое еще оставляло дебаф на кровотечение. Копье Драконоборца, оружие Эйонштейна. Копье Серебряного Рыцаря. Да, действительно, брони не хватает из Дарк Соулса. Но Скорим это не Дарк Соулс, это совершенно другие игры, но довольно приятно, что вот такие вот вещи можно перенести. Крылатое копье. Это одно из, кстати, моих любимых оружий, меч Повелителя Могил, после, естественно, Хаос Блейда. Огромный, двуручный, тяжелый меч, у которого второй атакой, то есть сильной атакой был длинный выпад вперед. Прекрасное оружие. Меч Черного Рыцаря, меч Дракона, молот Смоука, ой, да, тут опять же, видите, с текстурами беда. Моргенштерн, Муракума, мясницкий нож, нож бандита, обсидиановый большой меч, это, не припоминаю, к сожалению, этого оружия. Дубина, привлекание, скорее всего, балаш, тагеры, пика, замечательно. Как вы видите, довольно много различного оружия здесь представлено. Крапировелки, крохлые бабочки, даже вот рукоять представлено. Первое оружие, в принципе, которое нам выдавалось. Сабля, серебряный меч, крутяцкое оружие было. Темный меч, один из моих любимых тоже. Что-то они там с наконечником похерили, смотрю. Да-да-да, текстурки не прорисовали наконечник. Да, да-да-да. Да, короче, не хватает этому моду доработанности, но да ладно. Уже хоть что-то есть. Учигатана. Фальшион. Вообще, каким-то его таким сделали, тесаком уже. фламберг. Свой хандер с черным лезвием. Интересно. Яростный меч Квилек. Что-то модельку решили не переносить, сделали его просто как саблю. Ну да ладно. Вот такой вот, собственно, мод добавляет немалое количество оружия из Dark Souls первой части. Подчеркну, именно первой части, потому что некоторое оружие из этого есть и во второй части, но тем не менее, там его куда больше. для того, чтобы его получить, вам, естественно, нужно убить вот этого вот замечательного фантома, который почему-то подписан, что черный, на самом деле он должен быть красный, но хер на него. И почему-то он не атакует. Ну, вот как-то так. Довольно нехитрая манипуляция, я повторюсь, мы находимся сейчас возле медоварни Хонинга. Если вам этот мод интересен, скачивайте, мы переходим к следующему. Следующий же мод, который я вам сегодня покажу, это новая тестовая комната, то есть, которая позволяет нам протестировать множество различных аспектов игры под названием Skyrim. Что ж, для того, чтобы попасть в эту комнату, нам, разумеется, нужно установить расширитель скриптов SKSE, собственно, поставить сам мод и вызвать консоль. В консоли нужно вызвать команду COSTEST HALL, TESTING HALL. Эта команда у нас перенесет, собственно, в новую локацию. Локация имеет по себе довольно-таки нехитрую структуру, но, тем не менее, в ней огромное множество всего. Комната со скиллами. Давайте зайдем посмотрим, что бы не... Что там за скиллы дают-то? на самом деле есть там... Окей. Курки. Курки. Хе, не. Если проражать вот этот вот замечательный камушек, мы наверняка получим все скиллы, которые у меня еще не открыты в игре. Ну что, что, выйти-ка я сохранюсь, почему бы и нет. Теперь я знаю все, я так понял, да? Да, действительно, я теперь знаю все. Поднимите-ка мне магию. Я не знаю, стоит ли этим пользоваться или нет. У меня есть 10 способностей. Что такое вообще 10 способностей? Это понты. Что это? Химик. Яды. Ну, я даже не знаю, чем мне пока прокачать. Ну, давайте-ка карманку прокачаем. Чубы. Собственно. Что там еще у меня есть? У меня восстановление прокачено или как? Потому что все основные скилы у меня прокачены. От восстановления я как-то от бегства от смерти давай еще. Вот, 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 вот. Замечательный способ для того, чтобы быстро прокачаться, между прочим. мастер дон это неинтересно. Ну, давай мы еще морозным магом теперь станем. Почему бы и нет? Вхину все, пожалуй, в разрушение. Буду полезным парнем. Буду обладать полностью вообще разрушением. Жалко, скиллов не дать. Вот, это обидно. Просто обидно. Ну, ладно. Все равно я не буду учитывать это достижение как достижение, потому что это некрасиво. Это по-читерски. Вот. Играть так неинтересно. Ну, вот, собственно, арена. Туда мы пойдем в последнюю очередь. Комната с оружием. Почему бы и нет? Но здесь представлены различные виды вооружения, как вы уже поняли, то есть... бля... Бля... Бери, такие терения матери. Ну да, все разложено просто замечательно. И тут лежат различные артефакты. То есть, это дайдридские артефакты, такие, как вот, например, Сияние Рассвета или Абонитовый Клинок или Бритва Мируны Садагона, Булава Малагабала, Тороза Сангвина, Череп Порчи, этот молот я не помню, Вабаджек, Звезда Азуры в двух экземплярах, Шкурка Спасителя, даже Огма Инфиниум тут лежит. Офигеть. Маска Вайла, Абонитовая Кольчога, в которой я проходил почти всю игру, и Разрушитель Заклинаний. Здесь, я повторюсь, представлены все виды вооружения, которые имеются. Вы можете взять все, естественно, не проточены и попробовать, собственно, на арене. Че это? Вутро? Неплохо. Ладно, пойдем дальше. Декс, че у нас здесь? Так, кнопочка не нажимается, это из-за легкой поступи. ок, а нахер я сюда пришел? Ладно, будем считать, это какая-то недоработанная комната. Что у нас еще тут есть? Комната с броней. Ну, я так понял, давайте зайдем, почему бы и нет. Лучше, хватит теняться, покажу вам только, что тут еще представлено, не буду уже заходить по комнатам, просто покажу, что представлено. Если вы захотите, если вам это понравится, то вы, собственно, сами скачайте и сами это посмотрите. Ядреный Геркулес, а? Ага, я убил великана по имени Ядруг. Не прокнуло, чувак. Не прокнуло. Древненордская броня, кожаная, серомятая, железоклепанка, имперская броня, стальная, меховая, двимерская, эльфийская, броня клинков, орчья броня, ух ты, маски драконьих жрецов. Это что, блядь, такое? Текстурки похерились. Так, а тут я смотрю, еще канарик лежит. Забавно. Чешуйчатая и костяная драконьей брони. Короче, в этом, как вы поняли, представлена броня. Так, это, судя по всему, броня гильдий. Соловийная броня, броня гильдий воров. Чем отличается? Наверняка, это улучшенная просто. Поношенная. Хм, господи. Да, это действительно броня гильдий. Диэдра. Пластинчатая и щит из грамора. К чему тут щит из грамора? Никто, блядь, не знает. Валмеры из Гои. Что ж, продолжаем. Как вы уже поняли, тестовая комната, она довольно-таки немаленькая. То есть, тут различное множество всяких разных комнат, как вы уже посмотрели. То есть, комнаты со скиллами, с оружием, с броней, с книгами заклинаний, с комнатой для крафта. Все крики можно там же получить. Комната рас, то есть, комната смены внешности вашего персонажа. А вот что за хавка? Я пока не понял. Пошли посмотрим. Я что-то провтыкал, что тут такая комната есть. Ну, пошли заглянь. Я думаю, не стоило. Да, действительно, не стоило. эта комната находится в данный момент в разработке, поэтому ноги вон нахер. А то еще в текстурах пропадут. Ну, и вот так вот, собственно, выглядит арена под открытым небом, между прочим. Давайте посмотрим, что тут есть. Я пока видел только одну вызывающую колонну и все. То есть, это действительно просто большая арена и все? Ну, ладно. Тогда давайте дергать за рычажки. Что тут у нас есть? Человеки, даэдра, две меры существа, нежить, кролик? Какой нахер кролик? Окей, ну, это вообще-то курица. Ладно, нежить. Ох, блядь, драконейши, не жрецы, предупреждать же ж надо. Скотина, ты посмотри, че в меня засунул, там, мразь. Ладно, существа. Где нейтроли? Заткнись, заткнись. На тебе впасть. Так, существует, вебер. Ой, твою мать. Ага. Ну, то есть, как вы видите, это вообще, в принципе, не противники для меня. Хотя, какая-то муромная сложности. Эксперт. Можно мастера или легенду поставить. Давайте легенду поставим. Я думаю, сейчас я, правда, опизделюсь очень быстро, поэтому стоит в руки взять второе оружие. Я все-таки дуэл по специальности. Так. Давай две мера. Ой, до ядра. Ну да. На выход, ребята. Че не нападаем? Мда. Я ожидал чего-то немножко большего. Но, я так понял, в этой комнате будут работать крики. Сейчас проверим даже. Грозовой зов. Позови-ка мне Аэдра, пожалуй. Погнали. Ой. Я, по-моему, не то вызвал. Нет, крики тут не работают. Печально. На самом деле, очень печально. Но, с другой стороны, хорошо, что тут нет драконов. Или плохо. Драконов же и правда нет. Правда нет. Жал. Очень жаль. Какое ты выбираешь время, чтобы заблудиться, дружище? Ты думаешь? Ладно. Это все, что умеешь? Да сдохни ты уже, господи. Ничтожество. Даже на легендарном уровне сложности. Что ж, вот такие вот моды мы сегодня с вами посмотрели. Довольно-таки интересно сделанная аренка. Правда, жалко, что тут нету драконов. Давайте-ка встретим туда наверх. Интересное место. Для того, чтобы отсюда выбраться, нам нужно прописать похожую команду в консоли. Хотя я бы сюда напризывал бы драконов, всяких великанов и тогда бы сражался вообще от души. Для того, чтобы выбраться отсюда, нам нужно прописать подобную команду которая переносет нас в Ривервуд. И, собственно, таким образом мы выбираемся из этой замечательной локации. Что ж, дорогие друзья, давайте, пожалуй, подытожим. Сегодня мы с вами посмотрели мод под названием Сет брони Аринии. Посмотрели оружейное из Дарк Соулс. И посмотрели новая тестовая комната. Все ссылки на моды будут в описании. А на этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok